С марта этого года американские разведывательные спутники значительно активизировали детальную съемку российских территорий у границы с Украиной, сообщил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Астане 4 октября. Он отметил, что особое внимание уделялось мониторингу ситуации в Курской и Белгородской областях, которые впоследствии стали объектами украинских ракетных атак и действий беспилотников, а также наземного вторжения. СВР ранее утверждало, что операция украинских сил в Курской области, начавшаяся 6 августа, была подготовлена с помощью спецслужб США, Великобритании и Польши. По информации службы внешней разведки, НАТО передает данные спутниковой разведки о расположении российских войск в этом районе. Нарышкин также сообщил, что план нападения на Курскую область включал захват и минирование Курской атомной электростанции, что могло бы привести к экологической и гуманитарной катастрофе, сопоставимой с Чернобыльской аварией. Кроме того, он добавил, что британская Ми-6 совместно с главным управлением разведки Минобороны Украины разрабатывала операцию по подрыву линий электропередач, соединяющих российский АЭС с энергосистемой. Президент России Владимир Путин также поднимал вопрос о возможной атаке на Курскую АЭС, охарактеризовав операцию ВСУ в этом регионе как масштабную провокацию и пообещав разобраться с нападающими. На Курской АЭС несколько раз сбивали беспилотники и после последней атаки 3 октября на станции сообщили, что она продолжает работать в обычном режиме. МИД России предупреждал о потенциальной техногенной катастрофе в Европе в результате нападения на станцию, тогда как украинский МИД опроверг намерение атаковать Курскую АЭС, заявив, что у Киева нет на это ни желания, ни возможностей. В четверг 3 октября в районе города Курчатов Курской области случился пожар, вызванный падением беспилотника, заявили власти региона. Губернатор Алексей Смирнов сообщил, что дрон упал в 5 километрах от Курской атомной электростанции и взрывы произошли в хозяйственном здании, не связанном с самой атомной электростанцией. Информации о пострадавших или погибших в результате инцидента не было. Пресс-служба Росатома отметила, что АЭС функционировала в обычном режиме, а уровень радиации на объекте соответствовал норме.